«Приветствую!» – состоялось первое судебное заседание по делу Михаила Ефремова, учинившего смертельное ДТП в центре Москвы. Актёр отказался признавать вину, сославшись на то, что ничего не помнит. По этому поводу довольно резко высказалась Маргарита Симоньян. Симоньян считает, что актёру надо было помогать следствию, вместо того, чтобы идти на попятный. В какой отвратнейший фарс превратилось дело Ефремова. Ведь мог раскаяться, признать вину, попросить прощения, как и сделал поначалу, и отправиться в колонию-поселение, как обычно бывает по этой статье. Теперь же в колонию он отправится уже опозоренным, резюмировала Маргарита Симоньян. По предварительным данным, суды с участием Михаила Олеговича могут продлиться до конца августа-начала осени. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы. Но адвокат Эльман Пашаев делает всё, чтобы его подопечный избежал наказания. Так правозащитник пытается доказать, что в тот злополучный вечер Ефремова не было за рулём в момент аварии. Хотя свидетели говорят об обратном. Если Ефремова посадят, скажут, что адвокат виноват. Если оправдают, тоже будет виноват адвокат. Я же не могу всем угодить. Помните, у нас есть презумпция невиновности. Давайте сначала определим его вину, потом будем что-то говорить. Михаил Олегович не помнит, что был за рулём. Он ничего не помнит. Если бы он с первого дня понимал, что происходит, такого бы резонанса не было, так рассказал юрист перед заседанием. Среди звёзд немало тех, кто принял в сторону коллеги. Так певица Наташа Королёва призвала публику пожалеть Михаила. «Очень сложная ситуация. С одной стороны, понятно, что человек виновен. Я целиком и полностью уверена, что пьяный за рулём – это преступник. С другой стороны, все под Богом ходим. Я надеюсь только, что правосудие будет к нему лояльно. Он артист, а артисты все очень тонкие, душевные. Попав в места не столь отдалённые, он просто не выдержит. По сути, мы человека обрекаем. Я думаю, для него это не просто урок. Это трагедия в жизни», – подчеркнула Королёва. Субтитры создавал DimaTorzok